Все, ребят, я вернулся. Сейчас вам показываю, что на GoFuSK будет. Уже он идет вовсю, ребят. Так, супер убил снуто. Кстати, нерч с Нибом играет. Опа, нерч с Нибом начали играть уже. Кажется, да, ребят, хотел я туда ворваться, но не успел по ходу дела. Так. Так, сейчас я проверю, что там за стримы есть. Так, на GoFuSK свой стрим запиливаю. Сейчас проверю, кто еще стримит. Варди Ниба Нерча стримит, кстати. Посмотреть сейчас будет. Так. Где там еще ссылка? Короче, кто из наших? Хаслл Шоу Тайм. Так, Блай Шоу Тайм проиграл. Скиллос проиграл Шоу Тайм. Айверс Паппи Джо Фарик. Опа, Стрэндж Кин. Ёма, какие там Нибы. Где Стрэндж Кин? Так, Стрэндж Кин будем врываться. Супер ждет победителя Ниба Нерча. Вот. Кас с Нзейном, кстати, бьется. У Каса тут сетка нормальная, можно проходить. Вполне далеко. В общем-то, ждем продолжения. Здесь Ниб Нерч пока на секундочку глянул. Кажется, Нерч здесь, Нерчу здесь кабину ломает Ниб. Посмотрите на лимиты, посмотрите на боевые. Адепт на мэне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Ничего, Нерча отбился? Ну, 44, но 108 здесь все очевидно. Закрываю стрим варди, ребят, я. Кто хочет, может посмотреть. А, там я даже и не показал ничего, я кажется... Блин, ребят, я опять забыл битрейт включить. Да ёп! Все, я не буду стоп-старт еще один делать, ребят. Битрейт я просто проставлю сейчас, чтобы на будущих стримах он уже автоматом больше был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, да, захват я забыл. Забейте, короче, на стрим. Вот, там уже все ясно, туда мы врываться не будем. Мы будем смотреть своих игроков, которые бьются здесь еще. Вот, ну Киен очень опасный оппонент для Стрэнджа, естественно, это очень сильный игрок. Конечно, обидно, когда вы один на работе. Но это лучше, чем болеть вместе со всеми. Поэтому при простудии и гриппе полиоксидоний... ... 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 Печаль у Стрэнджера, ребят. Приехали гелики плюс репер. Три пробки. У них ещё четыре пробки. Ну, кстати, четыре пробки – это ещё нормальная потеря для Стрэнджера. Но 28-30 уже рабочих меньше, это вообще. Кошмарное изображение. Изображение пока никто не жаловался и таких эпитетов не применял, во-первых. Во-вторых, чуть больше мыла, просто чем раньше в изображении, разницы больше нет. В-третьих, на премиум надо подписываться, и там крутое изображение будет по-любому. Вот. И вы помните, ребят, что нужно поддерживать, естественно, мой канал, подписываться на премиум, включать адблоки и поддерживать. Пригодится они через плеер. Так, опять, короче, не это. Чё-то не проходит. Я здесь. Так, хороший передроп от Стрэнджера на мейнг. К оппоненту идёт. Лимита больше. Хороший Стрэндж кинуто, шатает здесь. Смотрите просто как. Пытался танк подрезать, танк не подрезал. Отступает нас. Да, варп, адептиков надо делать сюда. Контроль сталкерами идёт хороший. Надо призму уводить сейчас дальше, перераскладывать сзади и варпить ещё юнитов. Да, адептов причём варпить надо. Это важно, что именно адепты так. КСМ-ки все пошли вперёд у Кина сейчас. КСМ-кады 2-4-37. По лимиту, может быть, имеет смысл на танк уже юнитов привести там каких-то. Наступает страничка дальше. Танк опять перераскладывается. Нужно сместиться и, может быть, даже выбить танк. Стрэндж к второй базе хочет прийти. Вон танчик ходит. Танк же можно подрезать. Стрэндж, что ж ты не видишь? Так, пошёл контроль. А в КСМ-ке-то Стрэндж прям приехал. Не понимаю что-то. Так, КСМ-кады надо сталкера контролить. Сталкер засаживает призму и высаживает Стрэндж. Контроль демонстрирует очень, я бы сказал, незаурядный. Хороший контроль. Ну что, минус скин. Красавчик Стрэндж. Просто прилетел призму и убил. Гагай пишет. Рассказать про Стрэнджа. Зовут Алексей Соляков. Его в Москве он живёт. Говорят, что школу закончил там чуть ли не с медалью. Я не знаю, но когда мы были на буткемпе в 2011 году, Стрэнджу было 15 лет. Об этом Брюс, по-моему, говорил, что родители беспокоятся, что Стрэндж увлёкся именно игрой компьютерной. Ну, как обычно у нас это воспринимается в штыки. Есть у него брат Юникс, старший. Тоже он играл в Старкрат. Многие его помнят тиранам, короче говоря. Ну и сейчас Стрэндж учится в институте. Там что-то с туризмом связанное, насколько помню. Вот. И слава богу, у него хватает времени играть, потому что он хоть сколько-то, но видно, что как бы он тренился ещё жёстче. Он был уровнем, ещё выше бы поднялся. Просто Стрэндж один из лучших игроков в СНГ сейчас. Поэтому хотелось бы, чтобы он продолжал и побеждал. Опять что-то звук пропал поддержки. Что за хрень? они вообще. Эллион24 активировал премиум на ваш канал. Айпси-богилион24. Спасибо всем, что чуть-чуть сегодня премиуму в прям немеряно активироваться. Всем респект. Каким там репку, что ли, смотрится? Я не понимаю. Или что происходит-то? Ну что, Стрэндж сатай от кина, это приятно. Браток соул тут, кстати, двигается. Ну, соул опасный очень оппонент. Не знаю, сможет ли браток с ним побиться. Ну, ТВТ у братка. Не поиграл нерча, не... Так. А, всё, кин скин убил уже. Стрэндж с шоу таймом будет пвп сейчас биться. Вот это сильно. Ну что же, врываемся к Стрэнджу. Да, ЮНИКС это врать Стрэнджа. Да, ЮНИКС. Продолжение следует... 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 для моментов, когда он действительно понадобится. Так, иллюзия у Стрэндж полетела. Призму, кстати, Стрэндж иллюзии сейчас спалил. Сейчас проверит, все увидит. В Призме 4 адепт сидят. Ну и Мазеркор стоит таким образом, что, может, дзюдо, я не помню, короче, чем там шоу-танк занимался. Показывали, что какими-то единоборствами. Возможно, дзюдо. Так, здесь два оверчаржа Стрэндж потратил. Адепты ничего особо не убили. Ну-ка, напрягальничка, полетали. Вынужден гейт отменить Стрэндж. Небольшие потери. Пробочка застряла межбилон и гейтом. Так, Стрэндж какой-то Косилнаги пошел. Он хочет призму сбить здесь, что ли? Похоже, что да. Призма никуда не летит. Она стоит просто здесь, над космосом, и все. Можно подождать ее некоторое время. Стрэндж проверяет. Он что, не видит, что она здесь? Да, он не видит, что она рядом висит. Он, Стрэндж подумал, да, куда-то там призма улетела. Проверил, ничего не нашел. Здесь же третий Нексту Шоу-Тайма. В первую Стрэнджер и Робо Бэй, то есть это дестабилизаторы будут. Нужно с Некстусом тоже не медлить. Некстус похоже будет, зато дестабилизаторы пораньше. У Шоу-Тайма и Морфулs достаточно много, кстати. Две штучки. Третий сейчас будет. У Стрэнджа один все. То есть, если не будет у Стрэнджа дестабилизаторов, он может и развалиться в каком-нибудь замесе. В табличке все правильно написано. Русским языком говорю. До одной четвертой Бо-1, с одной четвертой Бо-3. Димаг уже выиграл эту Гоу ФСК. Ты абсолютно прав, но не сегодня. А вчера и в будущем тоже. Так, пошел замес. Стрэндж Блинкеттс агрессивно под Иммортал оппонент своего. Фукусит одного, второго, третий сзади приходит. Надо развернуть. Третьего минуснуть. Но Иммортал Стрэндж вообще в бою не участвует. Вот в чем печаль заключается. Так, минусую Стрэндж, короче, Иммортал на оппоненту своему. Замес идет агрессивный Блинк в Иммортал идет от Шоу Тайма. Шоу Тайма наглеет очень сильно. Но что-то Шоу Тайма много еще. Адепты подходят. Похоже на 1-0 вообще не в пользу Стрэнджа сейчас. Надо отдавать Никсус. Стабилизатор. Молоко. Короче, это 1-0 потому что здесь уже патрона нету дестабилизатора. Ему кодешиться надо. Уверчажи. Ну, сейчас агрессивный Блинк дестабилизатор и все. Так, Уверчаж есть, но будет Шоу Тайм лезть. Шоу Тайма третий Никсус. Все как бы. Стрэнджи рабочие вроде есть, Шоу Тайм тоже дестабилизатором строят. Стрэнджи печаль с экономикой сейчас. Вроде как бы все четко сделал Стрэндж, но что здесь зарешало в этом бою? У Шоу Тайма было 2 Иммортала сразу, у нее был Гвардиан. Стрэнджи подблинкнулся под Гвардианом. Во-первых, Гвардиан высосал часть дэмэджа сталкеров, они не могли быстро Иммортала фокусить. Во-вторых, Шоу Тайм вручную вуаля врубал как раз к концу фокуса грамотно, что Стрэнджи не мог ни отступить, ни быстро его убить. И в итоге Стрэндж здесь по сталкерам просел и Шоу Тайм продавил, убив третий никус ему просто. Это было катастрофой для Стрэнджа. Естественно, он теперь полимит серьезно уступает и это нужно что-то делать с этим, а что ты сделаешь? Здесь очень мобильная армия, которую дестабилизаторами не разобрать практически в лобовом столкновении, то есть когда долго ты там бьешься, разводишь, тогда да. Здесь просто агрессивным блинком Шоу Тайм может выбить дестабилизатора Стрэнджу и все. Так, идет Стрэндж вперед и Мортлый умудрился забрать Шоу Тайм. Нужно ли лезть дальше? Ну, учитывая, что у Стрэнджа две базы, думаю, да, нужно дальше лезть, пытаться. Дестабилизатор у Шоу Тайма только один сейчас пока что. Заходит Стрэндж, можно на вторую ломануться сейчас попытаться резко сменить направление удара, что Стрэндж пытается сделать. Призма готова, Шоу Тайм читает этот ход сейчас со стороны Стрэнджа. Дестабилизатор стреляет, пару сталкеров Стрэндж забирает. Агрессивный поглин, дестабилизатор, Стрэндж пытается разводить, минус Мазеркорр, 113-148-58-81 по лимиту, 91-80, учитывая наличие дестабилизатора у Стрэнджа преимущество, причем по дестабилизаторам, это шанс для него. Так, Стрэндж плюс один еще есть, Шоу Тайм, так, Стрэндж заходит опять со стороны третьего Агрессивный блинк наверх пошел. Зал дестабилизатором идет, но блинком Шоу Тайм уворачивается и время-то на него работает, у него Нексус есть, в отличие от Стрэнджа. Стрэндж еще соплай блок здесь образовался, неприятный, как бы. Нужно биться, нужно что-то делать, пытаться. Стрэндж заходь, так, пару сталкеров здесь Шоу Тайм узбревает, призма перелетает дальше. Стрэндж очень грамотно все делает, у Стрэнджа уже плюс один например есть, в отличие от Шоу Тайма, у него нету плюс один. Боевой лимит одинаковый абсолютно, то есть у Стрэнджа грейды лучше и боевой лимит лучше. Стрэндж выходит вперед сейчас, видит, где Шоу Тайм бегает Стрэндж, прекрасно. Не надо спешить залпами, вот так вот. Надо хладнокровно деть, так, видите, у Стрэнджа два дестабилизатора все осталось, у Стрэнджа один остался, у Стрэнджа три, здесь два, ну и Шоу Тайм строят еще, но Шоу Тайм он лишил Стрэндж Нексуса, нужно ли лезть вперед, плюс два, конечно, Нексуса сам ставь, отступи и все, погрейдам в плюсе. Блин, молодчина Стрэндж, как вот такие бои тянуть, то есть очевидно, что у Стрэнджа контроль ничем не уступает Шоу Тайм, а в данном ситуации он лучше даже был этот контроль. Так, подрезает сталкера еще одного, 165, 46, здесь Стрэндж заказывает Нексус, надо выбить адепта там. Так, по дестабилизатору, ой, по Шоу Тайм в залп пошел, не достает Стрэндж, здесь тоже дестабилизатор есть, здесь права на ошибку нету у Стрэнджа до сих пор, то есть ему нужно биться так же круто, когда это он бился и за счет плюс два он может вытащить как бы эту игру. Сейчас можно обойти Нексус просто минуснуть, Шоу Тайм не понимает где Стрэндж находится и минус Нексус получает за это. Ставит золото, а что Стрэндж призма там забыл, я не понимаю, ну ёма, призма просто отдал. В итоге у Стрэнджа Нексус еще раньше дестабилизаторов все больше и больше становится, плюс два Стрэндж бустует вообще, нет, ёма, куда бусты-то идут? Удвоги-то. Конечно же ошибка, нужно бустить плюс два обязательно Стрэндж. Так, здесь агрессивный блин, вперед от Шоу Тайма, залп, дестабилизатор делает минус Сталкер, еще надо залп делать. Нельзя сил нагло давать Стрэнджу. Хороший залп, еще проходит, Шоу Тайм обнаглел, куда он так блинкается-то агрессивно? Есть залпы еще Стрэндж у тебя, агрессивный блин, кривейший от Шоу Тайма, Стрэндж плюс один, громит здесь Сталкер, Гвардиан решает, просто Шоу Тайм уже меньше лимита. просто адреналин, просто, блин, жечь какая-то вообще, валидол, а не игра. Стрэндж, Стрэндж делает все четко, Нексус добывается, все хорошо, здесь золото, и Стрэндж еще один замес проведет успешный, у него 150 на 120 лимита вообще. Куда он дестабилизатора 21 секунда? Подловил несколько Сталкеров Шоу Тайма, просто красавчик, агрессивный блинк пошел от наглеца немецкого. Ну, дестабилизаторов не надо Стрэнджу. Давай сейчас, это факт, потому что, так, здесь агрессивный блинк, минус дестабилизон, Шоу Тайма идет в размен, Стрэндж идет в размен, Стрэндж больше, чем Шоу Тайма, смотрите, призму срезают, плюс 2 есть, у Шоу Тайма плюс 2 нет, надо золото идти убить быстрее Стрэнджу сейчас. Куда ты идешь-то, там золото, блин, Стрэнджок. Верчажа есть, можно ставить, блин, Мастер Корр летит, 4 верчажа можно было поставить, Стрэндж ничего не делает, ну что за ошибки-то, емоё, здесь бы зал бы, убил бы, Шоу Тайму там просто немереный, 66-103 по лимиту, грейды преимущества есть, по всем параметрам преимущества у Стрэнджа. Главное, сейчас не отдаваться, нелепо как-то. Дестабилизаторов увести можно, Стрэндж что-то их здесь держит, нахер он там их держит, я не понимаю. Так, еще дестабилизатор вышел, Шоу Тайм Даркшайн строит, Да, Даркшайн вырубай, Стрэндж, что ж ты творишь, с Даркшайном сейчас зарешает. Потерял несколько штукиров, Стрэндж, короче, убивают, 89-58 по лимиту, есть апсервер у Стрэнджа вообще? У Стрэнджа нет апсервера, просто, блин, сейчас один Дарк может перевернуть игру. Даркшайн вырубил, Стрэндж, ну что ж ты творишь-то, у этого... не фокусит Стрэндж, ни хрена не фокусит вообще. Пробки пытаются уйти, здесь дестабилизатор на Ксил Наге. Что осталось-то? Три дестабилизатора у Шоу Тайма, два у Стрэнджа, Даркшайн зафокусил, хорошо, что Дарков не наварпил, реально Шоу Тайм затупил, наварпил вы сейчас Дарков, просто был бы в плюсе в гигантском по лимите, сейчас, и было все замечательно. Здесь пробки у Шоу Тайм, крюч, размен жесткий идет, Стрэндж нехтус восстанавливает, он раньше, чем Шоу Тайм, сейчас нехтус будет иметь. Плюс два у Стрэнджа есть, я уже об этом сказал, но его у лимита 80 на 58 просто, сейчас. Здесь все падает быстрее даже, чем у Шоу Тайма. Пробок 28 на 10, это фейл, конечно, для Стрэнджа. вот Шоу Тайм нехтус ставит, и Гастон ставит. Ну, Стрэнджу придется биться с Шоу Таймом, почему? Потому что за счет более раннего Нексу он получает гигантское преимущество, ой, за счет более большого, за счет того, что рабочих в три раза больше, он, конечно же, преимущество здесь получает, Шоу Тайм. Стрэнджу нужно занять позицию здесь на ХГ обязательно, и драться с ним. У него плюс два есть, там плюс один, то есть по грейдам в плюсе. Стрэндж по всем параметрам здесь в плюсе, по боевому лимиту, короче говоря. Не надо агрессивных блинков только сейчас делать, нелепых. Надо со стороны золота просто зайти спокойно, хладнокровно, и биться. Шоу Тайма одна сентря. Так, полетел какой-то там иллюзия какого-то полетела у Шоу Тайма. Стрэндж там пилонов напиливает, все правильно делает. Так, нужно зайти и подраться нормально с Стрэнджу. Хорошо забрил дестабилизатора Шоу Тайма. Ну и все. Работа, ой, боевого лимита больше Стрэнджа просто, понимаете, ребята, в чем здесь дело. Только дестабилизатора не отдавай, Стрэнджок. Это ключевой юнит сейчас здесь. Если Стрэндж... Куда ты такой блинк-то делаешь? Опа! Зря я нервничаю. Выманил зал дестабилизатором Стрэндж просто. Выманил второй зал. Сейчас надо бой принимать. Больше нету дестабилизаторов у Шоу Тайма. Блинк агрессивное дело Стрэндж дестабилизатор. Не попуснули 1-0 Стрэндж царь вообще просто. Красавец. Красавец просто. Такой валидол вытащил. Это же жесть какая-то. ГГ пишет Шоу Тайм. Хорошо, что Дарка не варпанул. Реально. Варпанул бы Дарка, ГГ Стрэндж было бы. . Варпанул бы. ГО 2-0. Горбанул бы. Ага. Ну что, поехали, я там. Был на слоте игрока. Был на слоте игрока. Ну что мы Стрэндж Нипа увидим или Стрэндж Супер, еще одну пвп дальше. Соло убил Билу и Кас с Энзейном бьется. Что там непонятно пока? Был на слоте игрока. Был на слоте игрока. Шоу-тайм убить это скилл. Ладно, шоу-тайм убить это скилл каким-нибудь пушем там, я не знаю, с одной базы. А так как Стрэндж сейчас убил, это вообще царь просто схема. Потеряв третий Нексус, отставая по лимиту пвп на двадцатку, просто прийти и планомерно, планомерно давить. И давить за счет дестабилизаторов и задавить в итоге. Это нужно реально уметь так делать. Но это еще не победа, ребят, потому что Бу-3 и нужно вторую взять карту, вторую взять игру. Приходит шоу-тайм развит. Стрэндж тоже приходит развит. Стрэндж через сталкера сыграет шоу-тайм через адепта. Стрэндж, пора уезжать, аначе адепты минуснут рабочего. Стрэндж, опасно пробкой назад идет, чтобы там видеть пробку Стрэндж, кстати говоря. Нужно бы свернуть от адептов куда-то. Это минус пробку. Ну как так наивно? Опа, не туда. Шоу-тайм думал, Стрэндж сейчас ныкается, а Стрэндж не ныкается. Вот ты фриц, я мой. Решил, что всех умнее. Не получится так, братан. Не получится. Стрэндж в тупую. Уходит. Как Киржаков лепил всегда по центру ворот. Вот, как я помню, Россия, Португалия отборочные были. Да ну, какой-то у португальцев воротник мертвый, короче. Там вроде по статистике или читал он что-то где-то. Или футболист ему там знакомый говорил. Вот, и в натуре просто матч, просто Киржак один на один по центру лепит. Просто воротник падает под мяч, короче. Все равно так и здесь, как бы. Примерно было. Страта Киржакова работает. Иногда. 37-41, что-то Стрэндж по лимиту отстает. В этот раз у Стрэнджа Твайлайт Робо пораньше, а там Оракул. Так, сейчас дам я вам сетку на Твич. Так, четыре Адепта плюс Оракул сейчас будет врыв. Стрэндж видит прекрасно, Адепт надо... Хороший филд. Оракул залетит, это Оракулу надо встретить. Мордка активировал премиумная ваша шкана. Стрэндж встречает Оракулу. Хорошо, Моргэгэ, спасибо тебе. Ну что, Адепты будут уходить? Да, уходят Адепты, не стал отдавать их Showtime. Стрэндж нормально отбился, на самом деле. Очень даже хорошо, я бы сказал, отбился Стрэндж здесь. Оракулу Момэния кидает Revelation Showtime, то есть он не кидает, он не ждет рабочих, он кидает Revelation. Зачем? Опять что-то перехитрил все Showtime. Так, здесь Грелка и Мортлы чисто строятся у Showtime, а я беспокоюсь, что будет какой-то выход. Адепты Мишоу там и заходят. Стрэндж киржаков, да нет, я не имел в виду стрэндж киржаков, но что-то схожая ситуация получилась. Действительно. Так, здесь пробочка выходит, нету что-то, надо ставить стрэндж. Оракул залетел, получил пару-тройку оверчажей в туловище. Оракул. Отменяет, потому что у Тайм Стрэнджа третий некст, у Стрэндж жмет эскейп. Я говорю, Грелка и Мортлы это выход на самом деле всегда практически. Мазеркор улетел, у Стрэнджа на вторую, это время призма прилетает. Но четыре сталкера варкаться вовремя очень. Пару адептов минуснул Стрэндж, что они там, пять пробок за игру погибло. Это фигня на самом деле, пять пробок. У Стрэнджа блин есть, кстати. Да, блин есть, давным-давно уже. Нужно Нексус занимать, у Стрэнджа дестабилизаторы пошли, у Шоу Тайма нету ни блинка, ни дестабилизаторов. У Стрэнджа уже глефы делаются, между прочим. Ситуация, считаю, для Стрэнджа в этой игре очень даже хорошая. Ему был какой-нибудь прессинг бы на Шоу Тайме сейчас бы. Так, первый дестабилизатор выход, Шоу Тайма, второй робот, Шоу Тайм два дестабилизатора собирается за расстрой. Стрэндж делает призму и будет выход сейчас на двух дестабилизатор с его стороны. Это правильное решение, но когда Стрэндж придет, там как раз тоже два примерно выйдут, блин. Хорошо, Араху забрал Стрэндж наконец. Кстати, это замечательно даже, потому что Revelation важнее был бы сейчас, чем вот эти две пробки погибшие, так как Шоу Тайм видел был, где Стрэндж, кстати, насколько Стрэнджа лимита больше. У Стрэнджа сейчас будет просто адептом глефа. У Стрэнджа будет вообще все прекрасно вообще. То есть он может идти, убивать Шоу Тайма сейчас изи. Иллюзию забирает Стрэнджа, обходит сверху сейчас. Молодец, призма сейчас прилетит. Здесь призма так, с адептами приходит. Нужно заходить под Нексус сейчас Стрэнджа, пробивать камни просто, что он и делает. Нужно подойти ближе, там два дестабилизатора и Блинк подъезжают. Если Стрэндж будет кладнокровен, то у него все шансы здесь нормально всё сделать. Если Стрэндж будет ломиться как-то вперёд очень-очень жёстко, то у него шанс здесь развалиться в мясо просто. Так, адепты заходят, зал дестабилизатора нужно отступить! Не стал Стрэндж врываться, правильно сделал. Дестабилизаторов две штучки есть у Шоу Тайма уже. Иллюзию Стрэндж видит. Так, таймвар пошёл. Нет, дружок, не попадёшь к дестабилизаторам. Ещё адепт подходит. Нельзя Стрэнджу долго здесь тянуть. Нельзя долго ему тянуть. Дестабилизаторов всё больше и больше будет. Стрэндж решил в макро играть. Да, Стрэндж решил не ломиться. Но в этот-то раз нет ни преимущества по грейдам, ни... Так, здесь несколько адепт зашло. Стрэндж заходит на ХГ на дальнюю базу к Шоу Тайму. Есть контр-залпы от дестабилизаторов. Стрэндж тоже стреляет. Подрезает Мазеркор, подрезает пилон. 118, 126, 135. Нет, Стрэндж здесь затянул. Ему вот есть глефы с адептами. Почему не ворваться с ходу первым врывом вообще? Пока дестабилизаторов мало. Ну, очевидно, что если у Шоу Тайма есть один... Хорошо, сейчас Филды Шоу Тайм поставил. Так что Стрэндж увернулся от всех дестабилизаторов нафиг. КД здесь Стрэндж теряет секунду. Он не стреляет. Пока он контролит, он своими дестабилизаторами не успевает просто стрелять. Это фейл для Стрэнджа. У Шоу Тайма сейчас слишком много будет дестабилизаторов. Стрэндж про Обама стоит по всем параметрам просто сейчас. Ему нельзя было тянуть так с этим пушем. Пока было преимущество по боевому лимиту, нужно именно использовать, стараться глефы и адептов, стараться вот эти грейды ключевые использовать. Причем у Шоу Тайма до сих пор глефа нету, что самое интересное. Надеюсь, Шоу Тайм наразводил Стрэндж. Он от обороны действует. Он стреляет в ответ к дестабилизаторами. Стрэндж разваливался. В то время адепты пришли на вторую базу к Шоу Тайму. Заходят на мейн. Три штучки. Надо пробок подрезать. Что Стрэндж и делает? Надо фокусить до конца. До конца Стрэндж не фокусит, на третью адепту заходит. На третью адепту больно сделает. Рабам уже Стрэнджа больше. Нужно фокусить рабов. Фокусить Стрэндж рабов. 49, 43, 26, 57. Конечно, Шоу Тайм пойдет в контр-пуш. У него дестабилизаторов там просто немерено. Ё-моё, 9 штук. Ну и сейчас будет уже... Призму Стрэндж забыл. У Шоу Тайма будет уже... У него был старгит. У него есть возможность строить оракул для ревелэйшн. То есть Стрэндж постоянно будет вне знаний и позиции Шоу Тайма. Шоу Тайм будет понимать, где находится Стрэндж. Это тоже при дестабилизаторах крайне важный фактор. Здесь Шоу Тайм что-то... Так. Вообще через верх обходит Шоу Тайм хитрожопа. Улучшение завершено. Плюс два, плюс два. У Шоу Тайма и Даркшайн. У Шоу Тайма и Четвертый Нексус у Стрэнджа пока нету. Ну в принципе здесь может решить один какой-то замес. Криво проведенный или наоборот хорошо проведенный. Ну вот обратите внимание вот на эту хрень красную. Даркшайн готов. И Шоу Тайм сразу же под Даркшайн собирается врываться. Здесь Фатонка есть. Здесь Стрэндж готов на четвертый. Блинк есть Стрэндж. Не успевает отблинкнуться что-ли. Я не помню. Б назад всеми просто и все. У Шоу Тайма все уже. У Шоу Тайма лучшая экономика. У него свитч уже там в темпистов идет во все что нужно короче. Оракул Стрэндж не подблинкивается. Не сбивает. Четыре Дарка где-то. Где они четыре этих Дарка? Тут даже и Фатонку можно вырубить с четырьмя Дарками в принципе. То есть можно на третью изи врываться. Не только на мейн. Постоянно Шоу Тайм попадает. Стрэндж не может. Как в прошлой игре Стрэндж развел Шоу Тайма. Так и в этой Шоу Тайм Стрэнджа разводит. Ты четыре Дарка минусует. А почему? А, на мейн улетели. Ну еще здесь-то вопсервер есть. Здесь Шоу Тайм уже врыв в лоб делает. Стрэндж попадает. Казалось бы, должен быть нервозность и кривость контроля. Видите? Шоу Тайм пришел и в лоб Стрэнджа развел. За счет ревелейшенов, еще за счет многих таких моментов важных. Так, призма погибла что ли? Где призма-то еще? А вот она. Нет, она не погибла. Она на мейне спокойно здесь наваливает. Мазеркор не здесь. Его надо было перевести красно-мейн. Пока Стрэндж держался, но нет. Там уже карреры поперли. Ё-моё. В этот раз как раз Стрэндж смажет Шоу Тайм попадает. ГГ. Ну тут один-один, ребятки. Каз там бьется с кем-то. Прыгаю к Стрэнджу сейчас. Каз выиграл Инзейна, надо посмотреть. Да, Каз выиграл Инзейна и Каз будет биться с Билою, а там Старбак его ждет. Ни против Супера еще не кончилось, судя по всему. Стрэндж. 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 Продолжение следует... 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 Ну что, ребят? Зашли адепты сейчас от шоу-тайма. Не надо Сентриот давать всё правильно. Оверчарж стрейн здесь поставил. По лимиту в плюсе. Короче, двух адептов отжал, ничего не потеряв. Так, 51, 46 по лимиту. Стрейндж в плюсе по лимиту. Но это ничего не значит, начальный вот этот запас небольшой. У шоу-тайма третий гейт, у шоу-тайма роба, у шоу-тайма блинг, который позже, кстати, чем Стрейндж и блинг. Но, так, у Стрейнджа фарвара ранее это интересно. По грейдам будет он в абсолютном плюсе. Главное не затерпеть как-то в начале на самом деле. О-от. Вот здесь вот Стрейнджа, смотрите, как криво газ носится. Ему надо пробку завести, вот, чтобы она с этой стороны ходила. Он этого не делает сейчас. У Стрейнджа два гейта. Гроба иммортала строится. Шоу-тайм уже четвертый гейт строится. Шоу-тайм выходит третий нецус. Не понимаю, что он собирается делать. Шоу-тайм выходит. Так, плюс четыре гейта у Стрейнджа. У Шоу-тайма сейчас уже есть, как бы, получается. Четыре плюс два у него будет шесть. То есть у обоих будет равное количество гейтов. Но у Стрейнджа будет плюс один. Вот учитывая этот расклад, надо ли ему ломиться? Очевидно, что Стрейндж не будет сейчас стоять на месте. Он собирается подпушивать одновременно с Нексусом. Так, третий нецусончик пошел. Шоу-тайм сам идет вперед отдаваться, получается, да? Ну, Стрейнджиди может его принять сейчас. Ну, нужно быть внимательным Стрейнджу. Чё ты бо... Ой, Стрейндж не видел. Стрейнджи больше диссюнит. Хотя здесь третья морфу подошел. Но у Стрейнджи есть плюс один. Это ключ к победе в этом замесе, безусловно. А победив в этом замесе, можно победить. И вообще, в принципе, в игре. Но нужно двигаться вперед. Здесь Шоу-тайм и кривая точка сбора. Приснимаем, три пробки просто стоят, отдыхают. Хотя рабов уже больше. Вот он сейчас только-только направил. Стрейндж двигается вперед. Здесь призма от Шоу-тайма летит. Ну, кстати, призма в тему от него летит вообще. Стрейндж со странного направления заходит. Почему он здесь не уйдет? Хотя, в принципе, какая разница. Нормальный игрок заметит. Ну, пакетик какой-то у Маши, да? Маш. Маш, молодец. Маш, молодец. Да? Ты домой забираешь, что ли? Лучше пуздеть будет, на аквариуме. Так, ребят, пришел Стрейндж. Колосса это иллюзия, как вы видите. Сент-3 Стрейндж разбирается. За счет плюс один Стрейндж, кстати, начинает тащить замес. Уже лимита больше стало у Стрейнджа, обратите внимание. Здесь могут уверчажи сейчас у Шоу-тайма поставиться, например. Так, стал кипишот, смещается Стрейндж к другому. Например, надо обратно зайти Стрейнджу сейчас. Нафиг он медленно идет, ё-мо. Нужно ли ломиться-то при таком расцеле? Лимит равный вообще сейчас. Так, 123-115. Удивительно, но Стрэндж умудряется И здесь плюс разменяться Сентрюф укуснул, Гвардиана здесь нету Но три Иммортала есть у Шоу Тайма У Стрэнджа уже делается плюс два Позиция великолепная, у Стрэнджа агрессивный блик наверх Иммортал раз, минус Иммортал два Минус третьего минусу и Стрэндж Третьего минусу и Стрэндж Что-то Шоу Тайма Сталкеров Или не больше, не, не больше Стрэндж еще разбирает Шоу Тайма здесь, ребят Под блинк агрессивный сделает Уверчаж не успел выставить Там до варфа идет 108.85, для Стрэнджа Это победа, скорее всего Здесь нету грейдов вообще никаких У Шоу Тайма, ребят Стрэндж-то царь вообще Шоу Тайма Зашатал сегодня, а Респект таким парням, как Стрэндж, которые Шатают Шоу Тайма Пусть не всегда, но Пусть шатают иногда Бегай Стрэндж-то в полуфинале Будет биться с Нивом, либо с Супером И демонстрирует в том, что ПВП Крутую Спасибо Спасибо, Машуль, а чуть позже Так, Нив Стрэндж будем ждать Кто тут прыгает по диванчику? Это я Петух Ты же курочка ваша Ты цыпленочек нашел Я цыпленник Не будем говорить, что Павла Петух Но Но сейчас я вернусь, ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! сюда ты гаврик иди поцелуй Да, это витаминки, кстати, да, я одну скушаю. Я вторую ем, сейчас третью чуть позже. Папа, это ручка пищатую. Мама, убери ножик. Папа, это тоже опасно. Да ручкой ей писать надо, я ей пишу тут всякие штучки. Папа, а где вторая звезда бабушка? Я не знаю, бабушка приедет, надо у нее спрашивать. Это мой пакет с ракушкой. Да? Да. И большая твоя, белая. Третья, милая. М-м-м. М-м. 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 Му-м. М-м. 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 Так, ну что, пока хоста нету как-то. Мама, это Майфи застал. Нет, это мой, Машуль. Тут их давно стоит, надо новенького налить. Мама, дай мне потанку. Как на улице, Маш, хорошо? Хорошо, дай, мама, потанку. У меня нет печенья, мне не покупают печенья. Чарлик в деревне, пацаны, еще отдыхает, братан, на курорте. Помакай сгущенкой, может, сгущенку помакай, там сгущенка, вон сгущенка, помакай, берегу. Я не могу, я попалась. Хорошо, я что-то. Что-то ниб куда-то пропал, ребят, не знаю. А вот, поперли. Хорошо, не буду. Ты блинок мне даешь? Спасибо. А он уже с чем-то или нет? Ты налил туда, что ли? Да. Блины на стриме, пацаны. Маша дает, нельзя отказываться. Папа. Да. Будешь телефон вот этот бывает? Он сломался пока, не работает. Ну, ладно, правильно. could you. I'm good. I'm good. I'm good. сколько лет в июне три годика было и скоро три с половиной получается ну все поехали не против против стрэнджа ребят погнали долго мы сидим тут ждем что-то не спешат стартовать я не знаю как там касс сыграл с билу и уже и сыграл ли спасибо дерзкие подчеркивания салдиер поддержал ваш канал на сумму 101 рубль и сообщает дочки на конфетку где я не вижу уже нарезки наделали с моим 30 блин ну что у него что-то а у стрэнджа полностью заблочен мэйн не пилит куда так детский solter 101 спасибо большое за поддержку а я чуть не видел когда это было а вот увижу тебя что опять поддержкой кривость как написать что делали 5 на хрена не работают так ребят стрэндж полностью заблочен часа дерзкого soldier унесу туда пасим всем саны спасибо всем ребят да не это просто блин надо было скушать тут не откажешься stargate у стрэнджа нет собираются ставить не тоже собирает ставить и уже ставит как бы у неба мазеркор неба нету блока рампы касса 1 0 белую красавица а я 10 стукнул сегодня поздравляю уже серьезно так дочки на конфетку топ-докс сегодня сегодня топ-докс еще будет что ли я не видел сегодня топ-докс так прилетела что-то тут отца прогнать а что там прилетела от него это же не пол этот какой-то 어머ль французский а есть топ-докс еще этот международный вид Телепортация завершена Так, третья квалификация на ЕМ В 4 утравлен Вот это фейл Короче, мы ее смотреть не будем Это очевидно становится 2-0, КАС выиграл корейцев Ни хрен если КАС дает А, отлично Спасибо за инфу Что озвучка была А, это Мазеркор был уничтожен Нибу еще Стрэнджем Хорошее начало, я вам скажу Шатает Стрэндж летает Но не подбивается 34-33 по рабам У Ниба Блинк пошел у Стрэнджа Роба И второй Старгейт То есть это Маз Феникс и плюс Роба Странно вообще Отлично, что КАС вылыл Вы сжали, что полуфинал не по очереди Ни против Стрэнджа КАС со Старбаком будет играть Ну мы, конечно же, здесь будем смотреть Раз начали Но КАСа тоже может что-то успеем Посмотреть А может КАС еще и финал пройдет Это было бы круто Как же повезло этому Фениксу Три ХП у него осталось Неаккуратно Стрэндж действует Залетает куда-то под раздачу Нафиг строил второй Старгейт Ничего в них не делает А, это Грелки поперли Грелка Феникса и Морфл Не знаю, тут выход какой-то от Стрэнджа Хитрейший просто Надо вот под такие выходы Плюс один-то делать, стараться Так, Стрэндж третий Нексус собирается выходить Да, плюс один заказ Здесь Грелка и Морфл Замечает Стрэндж об сервера Надо лететь Фениксом и его ушатывать Хотя здесь Стрэндж и Грелкой нагонит Кстати, Грелка в эти 3.5 А сколько она раньше летала? Грелки шмут подняли, да? 3.5 теперь Грелка летает Нексус запилен Ну что, два Старгейта Грелки Плюс Феникса Это интересный расклад Но НИП собирается пушить здесь блинком Что самое интересное Не собирается Хороший Стрэндж залетел Пока НИП там блинком собирался пушить Стрэндж просто наминусовал рабочих НИПу Нормальное количество И вообще он в плюсе по всем параметрам сейчас Вообще по всем абсолютно И третий Старгейта Стрэндж Это уже полуармадная тема, кстати Если СНИП захочет прессануть сейчас Грелками Стрэнджа То это будет минус НИП О, этими Сталкерами То это будет минус НИП, скорее всего Топ Докс сегодня? Не, ну может и постримлюсь сегодня Топ Докс Воскресенье все-таки народа много Не знаю Там рестрим, как бы, в игру не попасть При любом раскладе, как бы Что печально Так, спалил я сейчас НИП, что происходит у Стрэнджа, я не уверен Думаю, что да, фениксов надо уже разменивать Что Стрэндж и делает постепенно Так, не видел даже третий Старгейт в заказе 16 пробок Стрэндж зашатал НИПу Так, Грелки есть, Иммортлы есть Что будет, Карреры дальше или что будет дальше Я не понимаю, ну Тэмпестов против земли Сейчас смысла нет строить Непоизвестный Шарокат Проблема в том, что Шарокатство не решает Против Грелка Карреров Вот в чем прикол Стрэндж уже в них выходит Стрэндж уже вторая атака Потому что самое интересное Мазершип, где он? Вот он, Мазершип Че-то спешит Стрэндж Мазершип У нас сначала 3 Каррера было, наверное, заказать Потом Мазершип Еще Карреры где? Еще Карреры пошел Так, плюс 2 бустят Вот это правильно, что Стрэндж плюс 2 бустят Еще надо Карреры сейчас заказывать Нибо золото сейчас будет заказано Фотоночку у Стрэнджа Есть 6172 парабам По лимиту все замечательно у Стрэнджа Если дадут Стрэнджу не поормаду выйти У Стрэнджа все прекрасно будет, я считаю Единственное, что вот на дальних базах А, здесь Фениксу все отлично Не надо тогда пока ничего добавлять Но на поздних стадиях Минералы уже подкопливаться будут Надо стационарку добавлять туда Оборону стациональную Вот, обязательно Вот кто тут бегает Будет ко мне залезать этот гаврик на колени Да А мама, какой-то шутка Она, 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 еще, еще, еще маленького Это, блядь И, 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 и И я отпущу Да? Ну, давай Поцелуем Так, ребят, продолжаем смотреть На карьеров готовы уже катапульты Погодите, у Стрэнджа нету А, один карьер есть И два сейчас выйдут еще Папа, помешай мне, я пшикалка Нип идет в пуш Стрэнджу срочно нужно плюс два дождаться Шестнадцать секунд Не срочно дождаться Папа, помешай мне, я пшикалка Угу, есть Есть, да Сейчас я тебя перенесу Хорошо Хорошо Так, погодите-ка, погодите-ка Нип собирается Нип вообще без разведки Он просто не понимает, про что играет до сих пор Вот в чем прикол, смотрите Он просто сейчас будет развален, нахрен Я уверен, в этом приходит Нип И чего? Будет на лом-то в лопать 150-190 Нипа много сталкера Уверчажи надо ставить Спасибо, Машу Уверчажи ставятся, Стрэнджа Почему-то не все уверчажи выставляют Какой-то грелки в сталкеров влетают Куда полетел Стрэндж? Грелками своими Я просто понятия не имею Ну, я накаркал Стрэндж берет и насосал просто Просто развалился Куда грелками летел? Стой под уверчажами Спокойно, дерись Кто-то взял, грелками улетел Ну, что за бред вообще? Спасибо, Машуль Как можно было слить эту игронь? Да, преимущество по лимиту, по-боевому Но плюс два армада Как она могла развалиться? Просто Надо смотреть вообще решающий замес Немножечко Маша здесь отворекла Но очевидно, что это вообще невероятно Раскладывалось, что сейчас Стрэндж проиграл Грелок вообще нельзя из-под карреров выводить Они вылетели далеко вообще Слишком Надо все в куче держать Пусть, если хочет, блинкает сам на ХГ Тогда сталкеры будут как раз под грелками стоять Ну, это я на карту, короче Короче, бред по уме сейчас произошел Ну, надо тащить Стрэнджа Что тут делать еще ему? Нипа 1-0 Сейчас я посмотрю даже замес в повторе Что тут было? Почему Стрэндж развалился? Ну, Стрэнджа три каррера И грелок несколько штук Ему вообще нужно сидеть То есть, как только Нип наламывался Ему сразу нужно было оверчажей наставить все Выставить А у него на 4 оверчажа было Промедлил с оверчажами Грелок выпустил вперед И не было критмассы карреров еще То есть, мух маловато было слишком Слишком мало мух было у Стрэнджа И это все очень сильно вместе зарешало И Стрэндж вместо 4-х 2 оверчажа все выставил Пилоны стоят Что мешает выставить эти оверчажа? Черт вы, бля Подтавить бананчик нашли вкусненький кушаем а Ну что, ребята, вторая игра Давайте по игре, эта Маша приходила Да, Машуль Вы пошли, еди нос поцелуем Я здесь, садитесь Мама, петушка, не била? Разработка завершена Хочешь, я принесу потом, сам себе доешь потом Пусть здесь, да? Мама, я хотел принести А пса, конечно, тоже нужно отфокусить Ну я не заметил бы, Лео Стрэнджи вообще-то, а мопс в том замесе Но на тебя, на лома идет Нельзя медлить с оверчажами ни в коем случае Нужно просто максимально быстро их ставить Все И грелок вперед вообще нельзя выводить Ну ни в коем случае Можно даже было бы попробовать архонов сфокусить, например Ну и там просто быстро муки упали О чем проблема С карерами все, три было штук пять Уже было попроще Три карера это всего 24 муки Поэтому, ну, маловато как-то Так, ну вторая игра Небо чуть больше, чем Стрэнджи уже Блин, там и там делается Ну Стрэнджи со шоу-тайма Увидели, как здесь победил Он ставил раннюю фаржу И с плюс один пушил При этом третий нексу чуть более поздний Добавляет, чем оппонент Прикольно получалось Два оверчажа Эта штука такая, пушка Ну он тут летает Чтоб не летали Так, ну тут два оверчажа Выманил Неб Стрэнджи просто Сталкера Стрэнджи же добавляет Но чё-то он непонятно где летает вообще Пока всё нормально За исключением души энергии Чё-то не много выманил Из-за того, что у него четвёртый Третий нексу строится У Стрэнджи нет Стрэнджи нет Стрэнджи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, ну как-то тут НИП пришел Адептами разводит немножечко НИПа много лимита достаточно Но! НИП не строит своих любимых дестабилизаторов Вообще сейчас Прям удивительно А, вот пошли только дестабилизаторы Первый заказан У Стрэнджа У Стрэнджа Глефы пошли, у НИПа уже есть У Стрэнджа раньше плюс один, чем у оппонента Дестабилизаторов больше Ну, в принципе, если так пойдет дальше Игра будет более-менее ровной сейчас Единственное, что у НИПа 4 иммортала Это у Стрэнджа один всего Блин, тут дестабилизатор больше Дестабилизатор больше Так, заходят два адепта на вторую базу Ой, как НИПа тут рабочих унижает Стрэнджа Просто пришел 11 пробок в этой игре НИПа уже Стрэнджа наубивал В принципе, Стрэнджа, если рабов восстанавливает То у него-то так-то все нормально здесь Но дестабилизаторов больше Но как-то реализовывать-то игру надо Просто если так будет проседание по макро Такое, Стрэндж останется вот на этом миксе А там уже темпс-то попрут Как пытался сделать шоу-тайм в какой-то там игре В первой, второй, по-моему, да Когда выиграл он 148-157 по лимиту Пошли залпы Сталкиваем стабилизатору Стрэнджа Хороший контроль Дестабилизатор разобрал Но лезть под Ксилнагу не стоит вообще Смысл какой? Лезть под Ксилнагу У оппонента есть халявный вижен У тебя ничего нету вообще здесь 170-140 по лимиту НИП сам вперед идет сейчас Так, вошли за алфу Дестабилизатор стреляет НИП, Стрэндж тоже стреляет Один сталкер вперед ушел Здесь тоже один сталкер контролит Если забегание какие-то будет Так, что опять-то не происходит Ничего Я здесь Среди теней Враг познает нашу ярость Хороший зал Сейчас от Стрэнджа был Устал Уходил, взял 5 сталкеров Подвел, отдал Зачем Стрэндж? Здесь только Архон погиб Повезло Это очень хорошо Так, НИП тут с двух сторон Пытается разводочку делать Стрэндж фокусил всех дестабилизаторов Кроме одного В принципе это был нормальный Размен был со стороны Стрэнджа Нужно отступить назад Здесь в тыл заходит НИП Но тут как Стрэндж царски Стреляет дестабилизатором своим Убивает иммортал Маш, дай пожалуйста За маме Мне некогда сейчас кушать блин этот Стрэндж идет вперед НИПа здесь дестабилизатор Есть сбоку Агрессивный блин вперед от Стрэнджа Здесь есть тоже дестабилизатор Надо залпа сталкерам дать Дает залп НИП не может зафокусить Стрэндж принимает гость Стрэндж четвертый Никс потерял Они не потеряют скорее всего Это катастрофа Здесь конечно есть боевой лимит Но сейчас еще в тыл Ой-ой-ой Сейчас с тыла вернутся сколько раз Стрэндж полез Нужно было грамотнее лезть То есть нужно было дома пытаться отбиться И тогда как-то лезть видимо я не знаю Стрэндж есть кэш плюс два У НИПа нету плюс два Но ситуация все печальная Для Стрэнджа здесь вполне очевидно Пытается Стрэндж уйти Но тут уже и некуда ему уходить Это похоже на 2-0 Ошибки Стрэнджа привели к поражению Здесь вот он грамотно нагнал армию Но вернуться надо было сюда Отбиться Ка дестабилизаторов Он стрелил и спокусил Три дестабилизатора НИПу в этой ситуации Ему просто нужно было вернуться И на клик и убить всю армию И потом через центр зайти Машуль Папа, а тем и на волосы Как я еще Сейчас кончится игра И покатаю, хорошо? Скоро уже Скоро кончится уже И покатаю, хорошо? Я же, видишь, говорю, комментирую А ребята смотрят Какие ребята? Там за компьютером Дома сидят Дыхают и не видим Они же сидят дома сидят Как телевизор смотрят Друг за компьютером 2-0 НИП, ребята Они в финале Надо к кассу попробовать ворваться Если он еще играет Так, сейчас посмотрим Мама, большое спасибо А отказ? Садись, Маш, на кресло иди Будем кататься Поехали Поехали Садись, Маш, на кресло иди Папа 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 Ну все, много нельзя кататься Идите, собирайтесь с мамой Оп! А я с дядей буду комментировать А я с чарлика вечером проведу Ты уже может спать, конечно, ляжешь Мама, иди к пряник, пойдем Вот такая баска Мама, я не стала Мама, я не могу Папа 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 Пап 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 Так, сейчас Паша наберу Вместе закомментируем с ним кассу Алло, Паш Алло Здорово Как слышно Хорошо Все отлично Сейчас я тут подстрою звук У меня просто, ну, дочка была Сейчас не мог писать На кресле катал тут Вот Хорош Ох, по билдордерам Конечно, неудачно Не везет кассу Касс опять делает то же самое Старбака против Блая, блин И там Причем Старбак делает не просто пул ранее Он еще делает быстрый газ То есть Он может выездить Быструю скорость Может вообще отменить хату И у него будет нормально Хотя Касс собирается идти Чисто только маленьким То есть были бы риперы Мне кажется С ременом было бы сложнее Зергу Но Если касс сможет на натураль У зерга поставить бункер До того, как зерк это разведает То будет нормально Вот Но сейчас будет близкая такая ситуация Куда еще полетит первый оверлорд Очень важно Потому что если сразу на рампу То Зерк может заподозрить что-то неладное Если нет бункера какого-то Еще через центр едет ксм Поздняя такая Да Но пока зерк вроде Не видит ничего особо А это первая игра вообще? Да Да Первая Отлично Мы то есть Оба полуфинала пацаны успеем посмотреть К сожалению Стрэндж от проиграл Нибу Вот 0-2 Но убил с шоу тайма сегодня Вот Играл хорошо Но Чуть-чуть не хватило С Нибом Жаль Да Вот Там первая вообще игра удивительная У Ниба был апсевер один Он пришел на армаду Не зная просто Ну а там как бы Три кайра все было Белки вырвались вперед И отдались там на сталкера архона То есть если бы фокуснул апсевера Например И пришлось мазершип Покусить Там точно победа была Причем грейды были Плюс один на землю у Ниба А там уже два на воздух Круто Просто жестика его Да Не повезло Бывает на клики Так приходят Убивают Уровень все-таки у Ниба Понятно пвп Что Машуль Угу Наши ксм атакованы Машуль Я тут комментирую Идите собирайтесь С мамой Ну да Скоро Одна базовая бы Может быть Что-то смогла бы сделать За фото Или а то С тираном Тяжеловато будет Вот видите Старбакс Мари мух делает Роучинг Что это Майн геймс Майн геймс Такие Сейчас как бы Получается Будет отменять Бункера Вот именно Реведжерами Потом сразу Атака Массера Учим Ну да Просто Касса В лоб Придешь Попытай Ну Кассу Нужно Танк Успеть Это В идеале Вообще Если получится Будет круто Ну конечно Все равно Здесь Какая ситуация 50 на 50 Хотя Зерк Все равно С одной базы То есть В сумме Если Касс Нормализирует Еще Кстати Аверлорда Сбивает Ран С своей Базы Ну да Нужно Боему Марика Увести Наверное Из бункеров Попытаться Пока Никак Хотя Не Пересядут Дальний Бункер Пытается Реведжер Убить Нет Реведжер Спасает Старбак Вот Танк Делать Танк Делать Да Икс Текас Как раз Нидус Отреждал Тут Что Типа Нидус Будет В принципе Да Ага Здесь Хата Пошла Сидерка Сразу Дверь Хата Хочет Запилить Или что Может Быть С эти Золото Да 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 Уже Он Ставит Золото Ага Да Это Минус Пойдется Касс Уссчитывая Что Цеха Позднее Что Ли Выход Какой-то Делать С другой стороны На этой карте Я вспоминаю Раньше Как-то Сксил Наги Золото Хорошо Прессовали Но Единственное Что Ну Тут Не Стимпака Ничего Не Будет Такого Раннего Да То есть Как раз Получается Сейчас Слепой В этом Тане Играет Ой Танк На Перерастапке Он Нормально Нормально Все Нормально Один Линк Пробегает Побежал Послали Так Либератор От кассы Ну Тут Тоже Надо Грамотно Разложить Чтобы У Королевы Сразу Как-то Не Выбило Он Еще Так Неудачно Пролетел Что Не Заметил Что Золото Есть То Строится Да Не Вторая Королева Блин Касса Доставит Жаль Как-то В таких Ситуациях Мне кажется Выгоднее На откос Сулететь Один Минералинку Заблочить Хотя И Чтоб Королевам Тяжело Подойти Было Тогда Получается Что Он Просто Висит И Вроде Как И Можно Добывать Но Больше Восьми Рабочих И Не Поставишь Они Будут Туда Уезжать Вот Уйдет Выход От кассы Сейчас Если Он Понимает Что Там Золото Есть Он Увидит Способ По Рабочим Да И Можно Раскладываться Соответственно По Третьей Долбить И Зарг Не Сможет Подойти Но Надо Чтобы Касс Разложился Сначала Так Кравиджера Подошли Но Касс Успевает Раскладываться Равиджера Не Атакует Хорош Хорош Теперь Минус Третья Сейчас Будет Зарг Надо Обязательно Ксилнагу контролить Касс Ошибку допускает Что ни одного Марика Там не оставил Конечно Тут Старбак Вообще Никак Не реагирует На это Все Происходящее Но Не контролировать Ксилнагу Касс Так Опасно Ходит Старбак Прямо На рампу Прилетает Раскладывается Под рампу Минус Танки Это Минус Все Танки Да Как Б И Ну Вот Это Вообще Я Не понял Что Сейчас Касс Хотел Чебучить Такое Честно Тоже Немного Непонятно Просто Отдал Все Преимущество Свою Не То Что Преимущество Армию Всю Свою Отдал Преимущество Т и не было Особого Но В итоге Две Базы Мог Золотом Драться То есть Сейчас Если бы Те три Танка Выжали Отступи Кассу То Здесь Один Есть Был Четыре Уже Старбак На Новые Танки Вообще Не Смог Прийти 100% По 70 Паро Учем Да Там Отдача Была Для Зерка Причем Здесь Так Близко Находится Экспандер Что Подкопить Кассу И опять Сделай Выход На Золото Там Все 100% То есть Дальше Можно Было Подавить Причем Старбак Упорно Ставит Золото А тут Золото Да Ити Тут Прямо Всего Ничего А тут Нечем Защитить Старбак Видит Что Танка Один Ломит Словерно Это Печаль Полная Ребята Да Это Очень Черово Танк Раскладывается Сейчас Здесь Ну Морики Без счетов То есть Как бы Тут Касс Что-то Ну Слишком Себя Каким-то Хозяином Ситуации Почувствовал С тем Передроком Танков Вроде Золото Выбил Вроде Все Грамотно Сделал Счетов Нету Стима Еще Нет Куда Там Спешить Вообще Подожди Эти Ключевые Грэйды Переоценил То есть Да Ситуацию Думал Что У него Типа Все Хорошо Узарга Там Плохая Экономика Но Нет Старбак Грамотно Грамотно Потихоньку Сейчас Такая Армия Уже Становится Узарга Неприятная Что Если Касс Где-то Завтыкает На секунду И попадет Микос Там От армии Может вообще Ничего не остаться То есть И танки Могут Не успеть Разложиться Просто Банально В этом Плане Конечно Сложно Но С другой Сторон Сейчас Касс Пока Тяжело Потому Что У меня Деваков Не так Много Но В целом Я думаю От касс В ближайшее Время Потому что По земле Касс Будет Очень Сложный Против Роуч Реведжеров И Тем Более Микозеров По Грейдам Причем Касс Выигрывают У нее Есть Один Грейд На Атаку У Зерга Пока Грейды 0 То есть Этим Можно Конечно Пользоваться Ну Три Танка Это Получается Все Таки Да Ключевая Такая Тема Плюс Четвертая На Золоте И Сейчас Конечно Крит Массы Касс Не Хватает Ну Вот Дроп На Мейн Пошел К Зергу Но Зерг Уже Ждет Старбак Читает Касс Предугадывает На Мейне Оставляет Часть Армии Сейчас Щиты Боевой Лимит У них Почти Одинаковый Теоретически Мейн Кончается Касс Если Аккуратненько Вылететь На Золото Не Отдавшись На Муве Просто Потом Аккуратненько Занять Ксил Нагу Можно Биться Спокойно Будет Потом Главное Сейчас На Дропах Не Сливаться Потому Что Если Касс Будет Много Лимитов Дропах Сливать Здесь Каждый Малик На Вес Золото В Такой Игре В принципе Может Скать Игра На Слабых Экономиков Таких Относительно Идет Да Сейчас Здесь Касс Еще Получается Такое Делает Сер Она Раскачивает Зерга Заставляет Зерга Оставить Армию Дома Причем Старбак Куда-то В темноту Кидал Там Байлы Наверху Странно Ладно То есть Сейчас Просто Спокойно Перейдет На Третью Базу Касс Сейчас И не Все Бараки Работают Я не Понимаю Чего Медля Цеха Стоит Медиваками Дропнул Сюда На Золото Танки Вывел И ЦС Перелетел Все Тут Идти Быстро Один Танк Он оставил С краю Только Три Перевел Сюда Вниз Просто И Все Касс Что-то Ждет Касс Не Понимает Пошло Пошло Дроп В это Время На Мейн Зерга Но Зерга Готов Бежит Микозер Минфестер Кидает Микоз Минус Медивак Касс Раскладывается Сразу На Зил Наги Собирается Золото Собирается Прямо Выход Эти Не Ну Выход Это Интересно Сейчас По Лимиту Как Раз Раскладывается Какой Микоз Не попал Микоз Жесточайше Попал При этом Да Нет Здесь Слишком Много Зерга Да Вот Один Один Касс Но Тут Блин Танки Все Не Рассиджины Всех Одновременно Рассидживают То есть Как-то Законтролился С дропом Старбак Просто На Муве Словил Такие Такие Моменты Которые Кажется Что Вроде Как Там Вышел Но В таких Моментах Реально Тот Кто Внимательный Тот И Победит То есть Касс Мог Просто Вовремя Засиджиться Ксил Наги Дала Ему Вижн То есть Залпы Танков Сразу Бы Пошли Это Очень Очень Важный Момент Особенно В Био Да Хотя И В Мехе Тоже Важно И В Любом Матчапе Это Важный Момент Снеграфте На самом деле Что Ну То есть И Есть Хост Пока Нет А Вот Все Появляется Не Ну Первая Игра Так В целом Это Нормально Получился План Только Жалко Конечно Что Вот Этот Выход То есть С Тремя Танками Я Думаю Это Наверное Вот Касс Переоценил И Все А Так То В целом Более Менее Нормально Сейчас Секундочку Да Давай Окей Как Зергу Бороться Пауэр Ск 2 Ты Про Что Против Чего Имеешь Против Механики А Бороться Против Поздней Стадии Протосов Но Это Надо Демаги Спрашивать Потому Что Это Информация Теперь У него Если Он Захочет Он Расск Так Что Приходите Зерги На Стрим Иде Маги Смотрите Там Такая Интересная Информация Так Насчет То Что Задержки Так Ну Блин Касса Старбак Как бы Мои Стримы Смотреть Не будут Я Всего На Одну Игру Зашел Там На Две Ладно Так Все Я Здесь Маша Закапризничала Устала Уже Вечер Ведь Ты Кстати Сегодня Уже Сколько Стримишь Ты Вообще С утра А С 12 С Семь Часов Ну Да Че Там Подумаешь Семь Часов Ерунда Ну Учитывая Как На Неделе Вроде Как И Ничего А Мы Еще Играли Потом Вечером Там Один День 14 Часов Другой 12 Там Было Просто Ну Да Все В сравнении Познаем Как То На Будних И Народу Немного Совсем Было Тут Как После Home Story Смотрю Ну Народу Уменьшилось Чего-то Как Как Уто Все Вспячем Это Пропали Да Вспячку Улегли Ничего Скоро Опять Начнется Какая движуха Турниры Вот Кстати Реплеи Надо Будет Выложить Чтобы Вам Там Поудобнее Было Там С Ема С Корейского Интересных Много Репок Таких Там Как Тираны Играют Сейчас Корейские И Не Только Тираны Кстати Да Ты Куда Будешь Когда Выкладывать Сейчас Последние Отборочные Пройдут Я Улучшу Трех Хотя Там Я Не Знаю Написано Короче Что В Четыре Утро Почему Типа Ему Что Третье Будут Отборочные Тогда Я Не Буду Стримить Скорее Всего Ну Ближайшие Дни Надо Я Понял Да Будем Ждать Тогда Конечно Такие Реплеи Это Очень Ценная Веч То То Зарпаситель Ну Я Скажу Там В общем В любом Случае Там Просто Просели Мне Тоже Эблай Всякие Там Зэки Всякие Зэки Да Да Там Он Просто Играл Ранний Лэйр Как Он Любит Там Ну Вот Интересно Тогда Циклонщиков Тирана Миксуют Тивай Вообще Мех Твп Играет Как Там Ну Это Вообще Круто Билу Зашатал Там Ну Потом Стим Тоже Себе Уиграл Сегодня Интересно Там Стараются Новых Юнитов Применять Старбак Наглеет Вообще Три Хата Сразу Ставят Конечно После Пула Сначала Хата Пул Хата Но Все Рано Очень Ранний То Еще Газ Постал То Получается Королев У него Будет Мало Ну Это Ущерб Одной Королеве Получается Да Хотя Нет Смотрел А У него Газ Чуть Более Поздний Просто Бывает С Пробцами Там Ну Как 17 Хата Газ Пул И Третье Это Готовности Пула Там Одна Королева Миночка Задерживается Чтобы Мув Пораньше Заказать Здесь У него Прям Как-то И Королевы Не Особо Задержались Мое Не Ну Старбак Он Я Помню Такой Из Зергов Таких Жирненьких Которые Прям SD Умеют Зажимать И Издал Накай Учеба С Вова Играет Да Старенький Такой Игрок Я Давно Его Не Видел Но Я По сравнению 6400 Ммр То есть Очень Даже Нехило Он Как-то Был Период Просто Был Период Что Вход Все Многие Перестали Играть И Все Они Типа Завершили А Потом Влот Влот Вы Разновили Старбак Тоже Пропадал Там Помню Он же Но ВЦС Постоянно Там Проходил Что Как И Пропал Сейчас Поход Сейчас Подрежит Эверлорда Который Залетел Здесь Очень Наглый Риппер Здесь Уже Подрезал Одного Линга Второго Линга Законтролироваться Рипером Три Штуки Линги Дешевле Чем Оверу Но Все Равно Где-то Контролить Надо Блокас Ну Потом Мост Медиваки Подсветит Наверно Собьет Блокас Ну Лучше Конечно Овера Получается Тем Раньше Тем Лучше Сбить Да В этом Плане Здесь Есть Конечно Такое Примыч Ну Ладно Главное Линга Зато Четыре Линга Просто Убил Конечно Плохо Что У Зарга Уже Есть Третья База Ну Да Я Как-то Смотрю Парабам Прям Десяточка Уже В плюсе Приводящие Обычно Для лот Не типичная Такая Ситуация Что Прям Настолько Впереди Парабам Уже Так Рано Да С другой Сторон У Касса Агрессивный Билл С Передром Если он Удачно Как-то Залетит Первый Раз То есть Будучица Сейчас Извините Что Перебиваю Что С одной Стороны Вроде У Зарга Есть Третья База И Это Продакшн Это Лучшая Экономика Но С другой Соран Ему Тяжелее Обороняться Оп Депошка Не закрыта Катастрофа Блин А А Там Забегай На вторую Пошло Это Минус Кассу Надо Уводить Рабочих Касс Что Вообще Не реагировал Никого Не убил Но Это Хорошо Что Никого Не убил Это Замануха Была Забайтил Лингов Раба Ох Даже Раба Сохранил Нормально Ни одного Вообще Не сгрыз Ну Как Увидел Вилд Конечно Но Тут Он Как раз Красный Он Уже Видел Этот Билд То есть Он Знал Про Это Вилл Фрактор Старпорт И Получается Ринги То Что Рабочие Покатались Но В целом Вот эти Линги Они Же Тоже Их Может Не хватить Именно Для Обороны Там Роуч Уже Есть Спор Еще Туда Тут Готовят Именно На Карманную Базу Защищать Готовится Оппонент Касс Тут Наверное Надо Дропнуться Где-то Вот Здесь На Центре И На Вторую Зайти Либо На Мейн Я Не Знаю Ну Да Куда Туда Сейчас Потому Что В Так Цежку Прям Снизу Ставят Ну Правильно Тоже Почему Нет И У Касс Еще Будет Такой Момент Очень Важно Что То Еще С Танками Делает Но Танк Вообще Конечно В первую Часть Это Что Если Контратак Упадет Зерк Но Когда У Касс Пулет Четыре Медивака Там Кошелин Какой-то Пробегает На Мейн Ой А Нет Закрывается Все нормально То есть Вот Эти Четыре Медивака Если Зерк Пойдет В Атаку И Или Будет В Диспозиции То есть Марекин Прерву Селится На Мейн Там Куда-то Или Близко К Базе Зерка То Грейд 1 1 Они Просто Будут Разрывать И Роучи Там И Лингов То Вообще Жесть Ну Да По Броне Отстает Очень Сильно Получается Что Так Преимущество Атаки Над Броней Для Марика В Крайне Важное Что У них Демеж Единичка Продает За Атаку Ну То есть Демеж Небольшой Получается И Броня Хорошо Контрит Как бы Их Демеж Да Да То есть И Здесь Сейчас Такой Прикол Что Старбак Он Вкладывается В Технологии Как раз Келлинга Мута Беринги То есть У него Роучи Так Просто Потанковать Типа Вначале Но Вот У Кассы Как раз Сейчас Будет Очень Мощный Выход И Четвертая База Скоро Не Защитит Ну Да Ну Тут Овер Блин Так Висит Конечно Это Печаль Здесь Как бы Старбак Все Видит Касс Не Сбил А В свое Время Летал Рядом Все Мимо Ходил Не Ну Четвертая Касс Отменит По Любому Я Отморфи Да Там Контр Забегание Хотя Здесь У Кассы Есть От Контр Забегание Хотя Здесь Лингов 18 Бежит Да Многовато Сейчас Получается Печаль На Мейне Да Это Конечно Плохо Для Касс Очень Касс Куролев Смотрел С С С С Линги Линги Так С С На Второй Линг Остался Блин Да Печаль Забегание Конечно Неприятно Очень И Теперь Касса Еще Проблема То есть Он Не Может Навалиться На Зарга Потому Что Не Знает Сколько Там Бэрингов И На Крепе То В Это В Друг Небольшой Стоять Зарга Опасно Тоже Очень Да Могут Окружить Прямо Через Линга Да Ну Сейчас Зеланагу Освободить Но Надо Быстро Убегать Обрат Потому Что Там Сейчас Будет Мощная Атака От Зарга Много Бэрингов У Бэрингов Как раз По дороге Доделаются Ох Еще На Отступление Не Ну Тут Дом Касс Торвёт Лимит Бо Даже Больше Дробчик Пошел На Базу В Кармане Получается Старбак Видит Реагирует Касс На Золото Разгружается Кстати Можно И Прирост Там Сюда Еще Зайти Овер И Все Видит Блин Которые Тоже Пошел Размен Но Бэринги Пока Еще Без Скорости Да Бэринги Важно Касс По Акопуту Бэрингов Часть Не Смогут Акопутить На 1 1 У Касс Но Нужно Еще Правильном Направлении Ударить Касс Так Зерк Видит Один Танчик Ну Понятно Что Танк Просто Так Не Вперед Да Это Атака И Ну Хотя Здесь Назил Наги У Касс Хорошая Позиция Но Теперь У Бэрингов Есть Скорость Раскладка Танком Окей Сейчас 2 2 Будет Решать Танчики Сиджатся Тарбак Идет Вперед Хорош Здесь Пока Все Отлично У Касс Но Конечно Надо Танками Как-то Побыстрее Разложиться Под Золотом Только Линчатся Зерк Наваливаться Да Как раз Танки Нефтиже И Вот Эта Тема Я Еще В Касс Об этом Писал Он Как-то Одно Время Пытался Этот Момент Делать Но Потом Забил Опять По Каким То Причинам Прирост Тиран Ну Видишь Он Боится Просто Забегания То есть У него сейчас Контроль Карты Очень Плохой И Значит На Бункеров Там Один Поставить Ох На Лом На Лом Обзор Пошел На Лом Да Касс Неплохо Сплетанулся Танчики Касс Разбирает За счет 2-2 Просто Там Новые Беллинги Касс Хороший Стрейдер Касс Вот Точку Сбора Он Поставил Вперед Чуть 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 Не Хват Медиваки Лечат Одного Марика Все Вместе Медиваки Да Вообще Не Там Где Нужно Находиться Сейчас Старбак Касс Изобревает В таких Ситуациях Можно В этой Точке Сбора Разочароваться В том Что сейчас Контратака Пойдет Как бы И больно Будет А на самом Деле Ну Просто Не Хватило Кассу Контроля Немножечко Здесь Реально Там Да Получается Просто И армия Сначала Там Пуши Забегания То есть Если бы Все вышло Конечно Идеально То Была бы Другая Ситуация Но Тут Конечно Сейчас Уже Очень Тяжело Что Беллингов Газ Опять Кстати Там На Перераскладке Отдался В какой-то Момент Там Танки Он Все Как-то Взял Рассиджил Как-то Пошел Вперед Вот Получается Что Еще И чуть Пораньше Будет Прироза Пришел бы Секунд На 10 Парень Все Вообще Было Хорошо Да Но Теперь Просто Волна Снежный Ком Летит Ну Да Тут Старбак Пламется Да Кассу Не Держать Понятно Печаль Да Уже И преимущества По Драйдам Такого Нет Пару Мариков Всего Лимита Да Короче К сожалению Двое Игроков Были Стрэнджи Касс В полуфиналах Но До Финала Никто Не Дошел Да Старбак Удивил Я Думал Что Похуже Играет А Так Неплох Ну Да И Ну Что Не Против Старбак Повы Зай Ну Неплохой В принципе Не зеркалка Финал Да Серег Ну Я Я Я Все Поиграли Ну Понял Хорошо Кво Что Да Все Это Здесь Счастливо Ребята Всем Счастливо Надеюсь Вам Финал Ребята Зажгут Хорошие Игры В общем Удачи Спасибо Пока Так Все Пошел Пвз Ну Что Опять Неп Старбак Пвз Счастливо 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 Поп Продолжение следует... 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 Ну что, ребята, старбак 1-0. На этой карте в армаду вообще играть можно изи. Но тоже пробивается всё это гидрой на самом деле легко. Вот. Вот. Потому что французский топ-докс мне не интересен особо. Вот международные 29-го плей-оффчики, я думаю, постримлю. Ну не этот. Так, Кибернеттос пошёл. Ой, Твайлайт пошёл у Ниба. Простите, Кибернеттос уже давно есть. У Архвадепли, ну это либо Глеб, либо Архона Харас. Посмотрим. Я ещё подумаю, играть ли вообще в принципе или закончить стрим. Сегодня день матери, поэтому... Может быть, с Дашей я посижу, не знаю. Так. Так. Контроль от Ниба замечательный, Адептов идёт. Ну, 3 гейта добавляется здесь. Ещё гейт здесь у Ниба. То есть, 4 строятся, 1 есть. 5 гейтов Адепты со стороны Ниба будет. Но посмотрим, насколько сможет это сработать. Идёт старбак вперёд. Гейты пора открывать. Пора варх начинать, Адепты. Для Глеб 15 секунд. Плётка делается. Нужно заходить Адептиками вперёд. Не надо Нибу тянуть здесь ни в коем случае время. На рампу телепортируется Ниб. Ралли его неплохо затанковало. Адептов реально много. 8 роучей у старбака заказано. Королева падает номер 1. Номер 2 не упала, королева. Надо Адептами на мейн врывать. Чё Ниб тянет, я не понимаю. Где ещё Адептики приходят? На мейн будет врыв. Конечно, будет врыв на мейн. Телефор здесь кривоватый на рампу идёт. Часть Адептов не прикрывает другую часть. Но Ниб проводит их на ХГ всё-таки. Здесь роучей же что-то много. А, как-то Ниб самоуверенно здесь как-то с перебором пушат. Так, два Адепта на мейне рабов раскладывают. Четыре на второй базе. Дарки попёрли от Ниба, а спорок нет. Ну, одну спорку одним дарком минуснуть надо просто. Как он косит. Как косой. Так, ну тут спорка доделается, это факт. Зато на мейне не доделается. Спорка, это факт тоже. На мейне спорки нет. На третий зато есть, но центральную базу потерять в такой ситуации, где пул ещё находится. Это провал. Так, спорка перекапывается в нагло. Ну, четыре дарка не дадут ей вкопаться, понимаете. Я думаю, прекрасно это сами. Всё-таки решил Старбак перекопаться. Нет, дружок, ты зря так самоуверен, что спорка здесь закопается. Я вам честно, тебе честно скажу. Она никуда не закопается. Моментально Ниб её убивает. Роучи здесь принимают хорошо, они тут огребают вообще дэмэнджа получают. Туда на спорку лезть бессмысленно, на ещё одну. Давай арпадептику, здесь третий нексус не встать. Не, ну это 55-26 парабам, это победа очевидная. Сейчас адепты ещё пройдут к Старбаку на мейн, а юниты не смогут пройти. Почему? Потому что здесь на рампе-то... Нахер дэмэндж было? Сейчас бы пять зелёненьких зашло сюда, и всё убили бы. Ник зачем-то задэмэнджил своих адептов. Г-г, Старбак через дарков-то пройти, не могут сюда прикрыть роучи. Вот так вот. Так, вашу лэнвайта от Ниба, респектон ему. Так, вашу лэнвайта от Ниба. Так, вашу лэнвайта от Ниба. Так, вашу лэнвайта от Ниба. 1-1 и вихрь, как хорошая карта. Так, вашу лэнвайта. Так, вашу лэнвайту. Смотрите, что делает Старбак. Старбак чертяга. Решил Нибомин уснуть. Лингами. Опа, Ниблингов палят. Но Нибтос Мейна играет, что самое интересное. Он как будто знает, что Старбак как-то сверхагрессивно на этой карте сыграет. Здесь Ниб легко уехал достаточно. Сейчас два первых адепта появятся. И Твайлайт на мэне строится. Смотрите, Лингов 16 штук. Ооо, это еще и Бэллингваз будет. Вот это да. То есть и Старбак еще и пробить Ниба может легко. Так, пробка поехала, Лингов замечает сейчас Старбак. Ниб точнее. Но Мазеркора у него нет. Посмотрите, вот в чем прикол. Так, здесь адепт надо поймать. Что пытается Старбак сделать? Поймать это поймает. Ты делаешь Бэллингваз, нахрен ты зелка убиваешь просто с 7 лингами. Ну вред же ты делаешь, друг. Мазеркор Ниб не заказывает. Это ошибка с его стороны, причем жесткая. Здесь надо блочить полностью рампу вообще. Ниб этого не делает. Ошибка. Ошибка. Мазеркора нету. Здесь два адепта живых. Эти два вот этих адепта всю игру сейчас зыргу сговняют. Реально он тут нормально. Как же Ниб четко все адептами творит, а? Еще и ушел Крамп. Четыре адепта, там Бэйны. Сейчас варп уже будет готов. Надо блокануть бы все наглофо здесь. А Ниб не влочат. Уже наполовину Глеба готов. Мазеркор. Четыре гейта. Рокспилон есть у Ниба? Нет, Рокспилона не получилось запилить. Бэйны вперед идут от... От... Так, видит Бэйновник, надо уходить на рампу срочно. Все Бэйнов двух адепта сливаются. ГГ пишет. ГГ пишет. Старбак не получился. Бэйлингбаз. Вот дает. 2-1 Ниб, ребята. А я думал, у нас долго играть здесь будет какая-то. Нифига. Так, пошел онлайнвайт. Спасибо за него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Так, ну что, Вардих остануть хочет? Заходим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Что-то Старбака не видно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.